Оставляя детей, оставляя семью, матери, жены и отцы шли в 95-96 году, в Чечню ехали, продавая даже дома. Последние, собирая крохи денег, в то время деньги платили очень-очень плохо. Это 94-95-96 год. Говорят, что война не закончена, пока не будет похоронен последний убитый солдат. 25 сентября 2020 года исполнилось 20 лет со дня первых захоронений на воинском участке Богородского кладбища. В Ногинском районе Московской области были погребены 266 неопознанных останков военнослужащих, погибших на территории Чеченской республики с 1994 по 1996 год. В этой земле лежат тела погибших героев, которые ценой своей жизни исполнили воинский долг, остановили угрозу терроризма и дали возможность людям жить мирно. Именно об этих людях рассказывается в книге Московского областного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство. Память сильнее времени», презентация которой состоялась в Щелковской центральной библиотеке. На мероприятии присутствовали люди, которые сражались в Чеченской войне, а также те, у которых там погибли родные. Это было как раз 13 декабря. В ущелье сбили Су-25, но об этом говорили и писали. Летчик атапультировался, подался и знал бедствие. Те Чеченцы окружили и выждали, когда за ним прилетят. Прилетели на восьмерках спецназ, выручать его. Завязался бой. И две наши 24-ки, в которых был командир Андрей Мрат, с воздуха прикрывали, пока не сошла эвакуация. И потом он своим бортом прикрыл улетающую восьмерку спецназом. И был сбит. На встречу были приглашены школьники городского округа Щелково и юно-армейцы, которым особенно важно было послушать о войне в Чечне, чтобы знать и помнить историю своей страны. Чтить погибших и помнить о том, что война это такое, но оно ненужное. И где теряется все. Все ценности теряются. И тем не менее, не только они должны помнить Чеченскую войну, они должны помнить Афганскую, Сирию, что у нас сейчас случилось. По данным штаба объединенной группировки войск, потери с 1994 по 1996 год составили 4 103 человека. Больше тысячи пропали без вести. В числе последних значились более 300 военнослужащих, чьи личности так и не удалось определить. Об этом и многих других подробностях Чеченской войны можно узнать из книги «Память сильное времени», которая теперь будет храниться в Центральной библиотеке, и любой желающий сможет с ней ознакомиться. Мария Буржинская, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.